Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Слава, честь и беду слется, Да будет слава тебе. Тебя к твою душой, Тебя к твою душой, Что ты, твовец мой, А тебе, мой твовец, Песни славы пою, пою, Песни радости спасенья. Тебя я славлю, тебя я славлю, Тебя я славлю под небом лучей. Слава, честь и беду слется, Да будет слава тебе. Тебя я славлю, всегда, Тебя я славлю, Тебя я славлю, мой вечный Бог. Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня я хотел бы говорить на тему полноценной жизни. Знаете, когда я спрошу, кто хочет жить полноценной жизнью, кто хочет жить жизнью, наполненной смыслом, каждый будет говорить, да, я хочу. Когда я спрошу, кто хочет жить жизнью, наполненной любовью, все поднимут руки и скажут, да, я хочу жить такой жизнью. Когда я спрошу, кто хочет иметь счастливую жизнь, каждый скажет, да, я хочу иметь такую жизнь. Знаете, на протяжении многих веков люди старались найти ответ, найти формулу. Какая же формула в этой счастливой жизни? Что мы должны сделать, чтобы наша жизнь была счастливой, наполненной смыслом, счастьем, любовью? Чтобы наша жизнь была не просто существованием, а наша жизнь лилась через край. У нас было много интересного, много радостного. Чтобы наше настроение, наша жизнь не зависела от погоды, от каких-то внешних обстоятельств или от внешних второзражителей. Чтобы мы жили полноценной жизнью, каждый день, каждую минуту. И знаете, я ввел вопрос такой в интернет. Формула счастливой жизни. И много-много ответов. И ты считаешь, смотришь, вау, люди пытаются узнать ответ, дать ответ на этот вопрос. И я вот некоторые хотели прочитать. Сейчас на интернет пестрит такой формулой, feel-good формула называется. Один ученый Великобритании выявил эту формулу и сказал, для того, чтобы человек жил в хорошей, счастливой жизни, ему нужно делать шесть правил в своей жизни. Быть любопытным, делать то, что любишь, думать о других, развивать отношения, заботиться о своем теле. Другой человек написал, это уже американцы написали. Американские ученые сделали исследование, они говорят, для того, чтобы было у человека счастье, ему нужно зарабатывать 75 тысяч долларов в месяц. Вот такой вот он вывод сделал. Знаете, когда я этот ответ прочитал, я думаю, ну, неправда, примерно столько зарабатываю, не хватает. Ну, шучу. Хватает. Жене не хватает. Ну, все дестостроено на деньгах. Другую ввел формулу, кто-то написал, опять тоже американцы говорят, чтобы жизнь была счастливой, нужно, чтобы у тебя было много детей. Я думаю, вау, здесь наш народ как бы не ошибается. Говорят, что посмотри, когда много детей, то пособие получаешь, так и пишут, пособие хорошее получаешь, будет медикал, будет пособие от государства, легче будет детьми заниматься, старше воспитал, старше будет младших воспитывать, ну, и прочие всякие такие вещи. И когда я, значит, читаю, я смотрю и думаю, что порой эти всякие выводы, всякие формулы, они напоминают какого-то учителя, который в школе преподавал и задал детям вопрос. Говорит, сколько будет 5,5? И дети говорят 70. Он на них смотрит, ну, как же 70? Ну, 25, ну, 26, ну, 27, 28, ну, никак не 70. То есть человек не знает до конца, что является формула, и он пытается пальцем куда-то ткнуть, попасть, и это не работает. Все эти формулы, они не работают, они вроде красиво звучат, люди начинают нушать, проводят семинары, проводят конференции, но чаще всего в жизни людей не работают, потому что пока люди находят там, как у психолога, находятся у психолога, вроде все нормально, вроде он высказался, выговорился. Как только ушел, у него опять проблемы, его закутывают неприятности. Если посмотреть в Америке, очень много людей находится в таком сумрачном состоянии. Где же нам, я думаю, мы христиане, мы знаем, где нам нужно искать ответ. Мы знаем, к кому нам нужно обращаться. Нужно обращаться к тому, кто научил людей этой полноценной жизни. К тому, за кем идут сотни, миллионы людей. К тому, слушая которого, люди готовы были отдать свою жизнь, свое имение, свое богатство, свои идеалы, свои стремления, все отдавали этому человеку и Богу, как мы говорим, Христу. Знаете, когда мы слышим о Христе, мы понимаем, что Он пришел на этот мир для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы дать вечное спасение, вечную жизнь, для того, чтобы принести нам жизнь в полное счастье и жизнь в полное присутствие Бога. Когда мы читаем Иоанн Геотеанна, мы видим, что написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующего не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь велика велика любви Господней, велика спасения. И сегодня Павел будет об этом проповедовать. Но также цель Христа еще был принести людям не просто ожидание вечной жизни, вечного спасения, встречи с Богом на небесах, но также Он хотел принести нам жизнь, полную избытка, полную радость и полное удовлетворение здесь, на земле. Я хотел прочитать некоторые места спасения, которые нам помогут до конца понимать, что хотел сделать Бог и как нам иметь вечную жизнь, какая есть формула для этого. И первое прочитает Иоанна, первая глава, с первого по четвертый стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Второе место Писания я хотел бы прочитать. Это Иоанна, 15 глава, 4 стих. 4 стиха. «Прибудьте во Мне, как Я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я из лоза, а вы в ветви. Кто пребывает во Мне, а Я в Нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не может делать ничего». И Римлянам, 11 глава, 3, 6 стих. «Ибо все из Него ими к Нему, Ему слава вовеки». Три места Священного Писания говорят нам о том, что является основанием, кто является силой, и как мы можем получить это счастье. Она говорит, мы читаем Библию, вообще Евангелие, но эти места, мы можем понять, что Бог является творцом и основанием всего, источником всего. То, что полное счастье, полная радость, полная любовь, только присутствуя Его в нашей жизни. И Ему нравится наполнять нас своей силой, потому что это прославляет Его Святое Имя. Когда мы подумаем, нам можно выяснить такую форму. Первое, для того, чтобы нам иметь счастливую жизнь, нам нужно понимать, что источником всего является Бог. Что сила для того, чтобы иметь полноценную жизнь, сила в Боге. И вот наша часть, нам нужно смириться и довериться Богу. И когда вот эти все три момента будет понимание того, что сила источник всего в Боге, то, что сила от Бога, и то, что нам нужно довериться Ему, и тогда мы получим счастливую жизнь, полноценную жизнь. Библия намного рассказывает о том, что люди пытались своими какими-то достижениями, своими словами, своими делами достигнуть какое-то счастье, но они ломались, но в тот момент, когда они приходили в Богу, Он их наполнял, Он их изменял, и Он их делал счастливыми. Когда мы читаем Солны, много раз можем увидеть, что Давид, он плакал, страдал, но он говорит, вот когда я в целом состоянии прихожу к Богу, когда я понимаю, что Он творец всего, когда я понимаю, что Он владыка всего, когда я понимаю, что мир Его в руках, и я понимаю, что не своими силами я могу достичь счастья, покоя, а силами Бога, я доверяюсь под Него, и тогда я успокаиваюсь. Знаете, когда мы читаем Библию, мы можем увидеть, что настоящая жизнь христианина, и вообще человека, даже не христианина, человека, она заключена в прославлении Бога, в освящении Богом, в наполнении Богом, и когда это происходит, то наша жизнь наполняется счастьем. Вы знаете, что одно из первых исповеданий нашей христианской веры звучало так, в виде вопроса, в чем состоит основное предназначение человека? И ответ был такой. Основное предназначение человека в том, чтобы прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Наши действия происходят, прославляем Бога, а в ответ то, что мы прославляем Бога, мы наполняемся радостью. А когда сердце наполнено радостью, наполнено счастьем, то ничто, что происходит в этом мире, оно не трогает вас. Оно не заставляет вас переживать волноваться, потому что вы знаете, что вам тяжело, вы можете приходиться к источнику, наполняться его силой, Доверяться Ему, и это сделает вас счастливыми. В Салмах написано, «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженства в деснице Твоей». В Салмах 36 глава 4 стих написано, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца Твоего». Бог – это единственный источник радости, который никогда не прекратится. Бог – это единственный источник радости, к которому ты придешь. Он наполнит, смотри, ты приходишь к источнику, Он наполняет тебя силой, и это дает твоей жизни счастье. Ты доверяешься Богу, приходишь к источнику, наполняешься силой, и это дает тебе счастье в этой жизни. Знаете, когда мы читаем Писание, то мы меньше увидим, особенно Иоанна, меньше увидим какие-то вероучения, мы больше увидим то, что Христос говорит, «Я пришел для того, чтобы вы получили жизнь». Интересно, что слово вероисповедание встречается пять раз в Новом Завете, а слово «жиз» – 186 раз. И вот Иисус говорит, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь». Знаете, у многих есть какое-то понимание о вере, то, что есть Христос, то, что Он спас, но мы не хотим Ему довериться полностью для того, чтобы получить эту жизнь. Как-то мы знаем о Нем, но порой не знаем Его. Мы знаем, что нужно сказать другим людям, чтобы как-то пытаться их утешить, но сами порой не можно найти утешения. А знаете, когда мы читаем, то мы видим, что источник этого утешения, сила в этом утешении, она находится в Боге. Нам нужно прийти и сказать, «Господь, мне тяжело, или мне нужна Твоя поддержка, мне нужно Твое наполнение». И когда это будет проследить в Твоей жизни, то Бог, наш Бог, живой Бог, который живет с нами, который живет в нас, Он будет наполнять наше сердце. Знаете, тут же в Иоанна, в Иоанна, можно прочитать несколько таких событий, истории, когда Иисус разговаривал с людьми, и Он говорил им о том, как им найти эту вечную жизнь. Ну, в третьей главе мы можем прочитать о том, что когда учитель Никодим пришел к Христу и начал его расспрашивать, говорит, что ты учитель, значит, мы знаем, что ты учитель, что делать, как жить. И Иисус начинает с ним беседовать, и Он ему говорит, что, знаешь, тебе нужно заново родиться. Ты знаешь, для того, чтобы тебе иметь вечную жизнь, тебе нужно заново родиться, и тогда ты будешь эту жизнь иметь. Что такое? Он рассказал, как это заново родиться? Говорит, тебе нужно родиться свыше, то есть должно произойти что-то изменение в твоей жизни. и это изменение делает христос опять знаете иногда читаю в интернете написано хорошее утро как ты день начнешь так ты его проведешь или настрой себя на хорошие на позитивное и опять же это люди пытаются сами себя настроить сами себя изменить но христос сказал что сами вы ничего не сделаете написано что верующего христа он будет иметь жизнь вечную верующий бога уповающий на бога приходящих бога наполняющий бога вот тот будет иметь вечную жизнь тот имеет будет жизнь иметь полную смысла жизни полного удовлетворения полная избытка если человек пытаться будет сам достичный этим он будет только страдать и очень много людей даже которые знают истину они страдают до того что они знают истину они много могут говорить они могут рассуждать не большие знания но них нет отношений интересно что в евангелии нужна основная идея то что нужны отношения с богом потому что когда мы читаем даже когда причал главу том что как находишься на лозе то лоза тебя наполняет как ты находишься во христе то христос и наполняет и вот в евангелии много таких вещей которые описывают что ты будешь иметь жизнь полноценную только в том случае никогда ты будешь много знать а когда ты будешь много общаться с богом когда будешь находиться его присутствии еще одна история здесь написано история встречи христа самарянкой мы мы видим что их со встречается с ней разговаривают мы видим что чека разбиты у человека которого было пять мужей и она уже жила просто с мужчиной чек который постоянно не удовлетворен который постоянно ищет чего-то в этой жизни и знаете что интересно начинается не беседовать она сразу вопрос помните когда где по даже проходить настоящие проклонение прославление и она сразу начали ну это нужно делать на этой горе то есть у нее какие-то региозные понятия были но опять же внутри была пустота а христос ему говорит я знаю что тебе нужен настоящий источник жизни это источник жизни книг на той горе и не русалим это источник жизни во мне наше опять же хотел бы еще раз напомнить мы должны понимать что власть его стоит христос он является этим источником мы должны понимать что сил находится в боге нам нужно смириться и довериться ему и там будем иметь жизнь и счастье и теперь я хотел бы нашей жизни как это может отнестись нашей жизни любой момент нашей жизни давайте просто возьмем хорошо работу возьмем если мы знаем что какие-то сложности переживания ты можешь найти работу найти себе хорошую позицию где она находится она находится в твоей власти или во власти бога она находится в власти бога значит это в его воле дать тебе или не дать знаем что мы можем сами пытаться добиться чего-то но будет какие-то не что-то не будет получаться будем переживать будем страдать или можно сказать что боже я прошу тебя доверяюсь тебе я смиряюсь при тобой я прихожу к тебе и сам позаботься об этом когда в жизни происходит какая-то болезнь какая-то какая-то переживание это депрессия какие-то отношения непонятные в семье можно работе но где-то еще опять же мы знаем что ответ находится во христе и мы также знаем что сила для того чтобы решить эту проблему она не в нас она во христе когда мы доверяемся богу и отдаем ему все эти переживания и ориен господь ты во главе всего призываем его силу бог который живет нас своей великой силой он может исправить эту ситуацию может успокоить нас он может позаботиться о нас а нам она дело в том что все что находится это знаете это мы знаем умом нам уже необходимо принять это и жить этим то бог источник всего сила в боге и у бога то что мы должны сделать для того чтобы иметь счастливую жизнь это смириться богу довериться ему и он позаботиться о нас аминь помолимся господь слава то что ты наш бог слава то что ты бог живой который живет с нами общается с нами наполняет нас господь и обладает за твою милость за твою любовь я прошу благословить даже господи каждого из нас понимать это слава то что мы являемся твоими детьми и господь который еще не до конца понимает тебя не понимает как господи эту формула как как ты работаешь вот в этой жизни пошли нам откровения я прошу ты позаботься о своей церкви позаботься о своих детях господь мы нуждаемся в тебе мы нуждаемся твоем направлении мы хотим жить жизнью полноценно жизнь полноценной господь я прошу благослови нас наша церковь наши семьи наши спорт жизнь аллилуйя все хвала аминь а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И для нас это было абсолютно неожиданность Добавил субтитры DimaTorzok 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 и поехали туда и сделали эту работу. И мы заработали около 10 тысяч, то, что нам необходимо для постройки этого здания. Значит, все то, что мы как бы планировали, это настолько было видно руку Божию, что Бог все усмотрел. И в отношении с нашими семьями, с детьми, потому что мы понимаем, что это трудно, чтобы детей оставить, знаете, дома, семью, жену. И довольно-таки перелет он был очень немножко такой длинный. 20 часов мы летели с пересадкой, и там мы ехали целый день. Такое чувство, что когда мы приехали туда, что нас надо было там ремонтировать. Но, слава Богу, мы очень быстро перестроились, потому что по-нашему был день, по-ихнему была ночь, и мы очень все хорошо адаптировались. Ну, мы будем еще смотреть слайд-шоу, а Женя, может, немножко расскажет о самом Таиланде. А, друзья, вы знаете, вы, наверное, я знаю, многие получают брошюры, да, от Ньюфилдс, это миссия Вилли, и он иногда, они так описывают эту миссию в Таиланде, что там происходит. Это брат Раймон, где-то 20 лет назад, немец сам, он, у него там своя история, не буду рассказывать, и он открыл эту миссию. Открыл эту миссию, и он пришел к вере в Бога, он был неверующий атеист, пришел к вере в Бога, и у него на сердце положено, потому что, знаете, Таиланд – буддистская страна, и, знаете, вот мрак, практически мрак, знаете, храмов, море храмов этих буддистских, люди, знаете, вот их, я не знаю, как это философия, как это назвать, эту веру ихнюю, ну, настолько, знаете, она вот просто, и этим людям взрослым даже трудно прийти к вере в Бога, потому что их пугает сама вечность вообще, вечность. Они мечтают там в нирвану, в небытие, любовь их отталкивает. И, знаете, и вот Раймонд, знаете, удар сделали на детей, на детей, потому что, во-первых, интересно отношения не все, очень много беженцев, нищета, и очень много детей, которые, знаете, продаются в рабство, в различное рабство, вы понимаете, и они прямо берут, выкупают детей этих. Даже некоторым родителям, вот, ну да, у них родители есть, мы прямо ежемесячно платим им деньги, чтобы ихний ребенок у нас в миссии был. Открыли школу при миссии, обучают их, образование дают, служение утром и вечером, общение, молитвы, дети поют. Знаете, мы так были впечатлены вообще этой работой, что, знаете, это как такие маленькие оазисы, я не знаю, в этом Таиланде, у них там где-то три точки, как я помню, три точки, ну, где это все происходит, куда они детей берут. И это, и, знаете, Денис сказал, они сейчас хотят расшириться, они чувствуют, ну, Бог посылает благословение там, и нужна кухня была, кухня и столовая. И, знаете, как сказал Денис, знаете, мы когда чуть-чуть приехали в Таиланд, в аэропорту, да, и так вот выходим с аэропорта, и так жаром обдало, ну, жара такая, и 10 часов вечера, а мы думаем, слушай, а как работать будем вообще, как это вообще реально? Ну, знаете, так вот, не знаю, наверное, Бог нам дал силы, так влились, там, примочки делали, со льда все, да, и, и, Знаете, ну, я хочу сказать, там вот четыре сестры у них трудятся, они прям приехали, они, может, полгода, может, больше уже, и они, мы еще года два-три будем там, молодые сестры из Пенсильвании, русские, и просто трудятся, волонтерят с детьми с этими, учат их английскому, занимаются, уроки преподуют, библейские уроки. Ну, я думаю, что там еще были где-то 5-6 ребят, 15-16-летние, а там сестры, в основном, как бы мужчин мало, и слышит, приобщайте их, труддугают, напрягайте, ну, вот образ, может, мужчины покажите, ну, мы постарались показать, они у нас как пчелки там, жужжали, да, я думаю, да, сейчас Денис слайды, если можно, да, показать, Денис прокомментирует. Еще у нас ездило 5 человек с нашей церкви, это Владимир Ситник, Виталий Горбунов, мы вдвоем, и Петя Ломакин, еще двое ребят Андреев, они, они тоже позвонились в Пенсильвании, с нами поехали. Вообще, когда мы приехали туда на первый раз, нам показали место, где строить, не материало ничего, тайландского мы не знаем, это было настолько все сложно, просто это Вова у нас тут был главный сварщик, вот у него, он так варил, вот, 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 пришлось залить бетон, пришлось, вот, купить материалы, каркасы, эта группа, вот еще здесь, Раймер, это миссионера, сын. это девчата, которые живут там, трудятся, некоторых из них выкупили, мы провели дорожки, чтобы они могли ходить, потому что там очень много насекомых, таких, что так кусаются, потом больно, больно, больно. это мы ездили, а вода, это ихняя миссия, это у них такие вот, техника, это мы им сделали мячик, чтобы они играли, они вообще не знают, что такое игрушки, у них нету игрушек, мы решили своим детям купить игрушки в Таиланде, мы не нашли такого магазина, где игрушки, а им не до игрушек. Это у них проходит вечером собрание, это мы уже почти заканчиваем, выкладываем плитку. У них помещение остается открытым, потому что там всегда тепло, необходимо, нету необходимости ставить стены. Очень много они, дети, проводили здесь время возле этого мяча. Сделали крышу, вот Петя Словой, молодцы, они так сделали крышу хорошо. И вот здесь по краям были два Андрея, они приехали из Пенсильвании, позвонили тоже, просили, чтобы с нами поехали. В заключение мы сфотографировались там все вместе. Я хочу поблагодарить еще Сашу Карпенко, который поучаствовал в этом, Сергей Титарчук, они тоже поучаствовали в этом. Знаете, вот когда мы уже приехали обратно, мы провели эту работу, мы многие устали, было там в течение дня приходилось несколько раз ходить переодеваться. Настолько душно, не то что жарко, а душно, змеи видели, скорпионов видели, из башмаков их вытрясывали и видели разных тараканов, которые страшно было ходить по этим кушарям. И этого там очень много. Ночью практически мы спали в такой вот закрытой сетке, потому что лезет столько всяких тараканов, мошек, лягушек, сверчков, паучков, что там не пересчитать их вообще. В жизни я столько не видел. Ну, Женя, вот мы настолько устали, Женя говорит, ну в Таиланды, если я поеду, говорит, то только брошюры раздавать. Это так, шутка. Но после этого, когда мы приехали, вы знаете, я вот вспоминал всю эту поездку и благодарен Богу, что Бог хранит во всем. Вот мы в работе там, очень много опасного, то, что, знаете, на крыше там работали. Можно было какую-то инфекцию получить. В дороге, когда мы ехали обратно, мы ехали ночью, и мы все проснулись и от резких тормозов, когда уже водитель летел в заднюю часть там фуры или какой-то машины, дорога была колдобины какие-то, и мы как бы выехали на другую сторону. И я вспоминаю, очень много Бог сохранил, и мы приехали живые, здоровые. Так что, слава Богу, что была такая у нас возможность потрудиться для этих детей, и это послужило большой пользой для нас. Мы себя чувствуем очень, знаете, очень благодарны, очень внутри наполнены тем, что все-таки, как приятно, когда делаешь добро, чтобы Бог все усмотрел и с финансами, и все. Слава Богу. Братья и сестры, я думаю, и я, и вы, у нас есть желание поблагодарить Господа сейчас за вот это служение. Приятно, что Слово Божие распространяется, и наши братья и сестры, которых мы молимся, они участвуют в этом. Это и наше дело. Давайте встанем, поблагодарим Господа за это вот его чудное дело, которое он завершает. Господь милосердный, Бог наш всемогущий, честь Тебе, хвала и поклонение за любовь и милость Твою к людям. Ты пришел на эту землю, чтобы дать будущность и надежду, чтобы дать жизнь с избытком. Слава Тебе, Господи. И наши братья вернулись, Господи, Ты благословил их, и всю эту команду благословил и дал успех. Слава Тебе, Господи. Мы молим за тот народ, за тех детей, за ту нужду, Господи, благослови, и сделай Твое дело, Господи, побуди еще многих людей, Господи, откликаться на нужды, жертвовать и временем, и средствами, чтобы провозглашать имя Твое, чтобы помогать людям. И я прошу Тебя, Господи, благодари, чтобы в нашей церкви было много таких жертвенных людей, которые готовы были бы откликнуться на Твой призыв и довериться Тебе. Честь Тебе, хвала и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господу колу воздайте, Аллилуйя, Эки Бога прославляйте, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Слава Богу, спасибо, Хористы, за хороший псалом. Я всегда, не знаю, может быть, мечтаю громко сказанно, но ожидаю, когда хор поет, будет петь песни, которые можно подпевать. Когда ты не просто слушатель, а ты участник того, что происходит, когда особенно такие прекрасные псалмы звучат, я с радостью и удовольствием, где-то с завистью слушал то, что братья делились, рассказывали. В 6 лет я подошел к своей маме и сказал, что я буду миссионером в Африке. Меня туда всегда влекло, мне нравились черные люди, я читал про Африку, я знал, что там есть крокодилы и львы, но меня не пугало, я туда хотел попасть. Прошло время, я подрос, у меня это желание не пропадало, я много читал. Не знаю почему, так было, и когда я уже учился в библейском колледже, и я его закончил, и подошел к маме, мне нужно было для дипломной работы пройти полгода практики где-нибудь на служении. И я подошел к маме и сказал, что я еду в Сибирь. И она так вздохнула и говорит, ну слава Богу, что не Африка. И я для себя понял, что моя мама была готова к тому, что я собираюсь куда-то поехать, и она никогда не отговаривала меня. И знаете, я слушал то, что рассказывали ребята, чем делились, и я для себя осознаю, что то, что есть часто в нашей жизни, то, что мы делаем, и мы говорим о Божьем хотении, о Божьих делах, которые он производит, и это да и аминь, но я всегда думаю почему-то о том вкладе, который родители внесли в нашу жизнь, то, что это часть воспитания, это часть того, что мы смогли у них увидеть, это часть того, что мы у них переняли, и сегодня то, что мы делаем, то, в чем мы находимся, это большая, может быть, заслуга в какой-то степени того, что родители делают в нашей жизни. Я так никогда не попал в Африку, самое далекое, ездил в Сибирь, и мне там понравилось, никогда так близко Бога до этого я не переживал и не чувствовал, но и там я не остался, а я попал сюда, не знаю почему, но тем не менее, я здесь, и я рад, что Господь использует меня, дает право, возможность и милость служить Ему. И сегодня мы заканчиваем говорить об земной жизни Иисуса Христа или о том, что Он своей жизнью явил. Нам мы говорили о Его притчах, как Божий характер раскрывается в притчах. Мы говорили о чудесах Иисуса, мы говорили о том, кем Он является, как Он относится или относился к людям, когда Он был на земле. И сегодня я хотел бы с вами закончить эту тему размышлениями о том, почему Иисус Христос пришел на землю. Естественно, мы знаем, и это самый, наверное, простой ответ, который знают, самый простой вопрос, ответ, на который знают даже мои дети, то, что Иисус Христос пришел спасти грешников, умереть за наши грехи. Но дело в том, что для этого не нужно было прожить жизнь длиной в 33 года. Бог пришел не только для того, чтобы простить нас, не только для того, чтобы умереть за наш грех. Его миссия была намного глубже, намного шире, намного больше, намного практичней для каждого из нас. Иисус Христос пришел явить Бога, и об этом мы читаем в первых стихах послания к евреям. Написано, что Бог в последнее время ярче всего, больше всего говорил нам через Сына Своего, или в образе Сына Своего Иисуса Христа. Мы читаем, Павел пишет, что Иисус Христос – это образ Бога невидимого. В другом месте Павел пишет, что Иисус Христос – это Бог во плоти. Иисус Христос пришел, чтобы показать нам, кто есть Бог на самом деле, что Он из Себя представляет. Естественно, Его цель была спасти людей. И это проявилось или проявлялось не только в той жертве, которая произошла на Гологорском кресте. Вся жизнь Иисуса Христа была нацелена на это. Вся жизнь Иисуса Христа была пропитана сущностью этой миссии – спасти людей. Именно об этом Иисус Христос говорит. Я не один раз, Он говорит, я пришел для того, чтобы найти и спасти погибших. Не раз Он говорит, не здоровые имеют нужду во враче, а больные, я пришел к этим больным. Я пришел, чтобы найти их. Я пришел для того, чтобы их спасти. Интересно, что Бог, являя эти качества через Иисуса Христа, Он не просто их являл, Он не просто показывал, кто Он есть. Он также показывал нам то, какими мы можем быть. И об этом мы сегодня обязательно тоже поговорим. И сегодня я хотел бы отметить две характеристики Бога, которые были явлены в жизни Иисуса Христа. Извините, немножко болею. Никогда долго не болел. И никогда сильно не обращал внимания на болезни, хотя у меня уже семь операций в моей практике есть. И на шесть из них меня уже несли, потому что я идти не мог. Ну, не знаю, и пришел недавно к врачу с дочкой, даже не по своей причине. Она меня заодно тоже послушала и говорит, сказала, что я чуть ненормальный, что мне надо уже пить антибиотики, чем и занимаюсь. Так что извините, если я буду прерваться иногда на то, чтобы покашлять или попить. Итак, Иисус Христос пришел на землю с одной целью, с несколькими, может быть, целями, я так сказал бы, одна из которых спасти, другая для того, чтобы научить. Для того, чтобы явить Бога во всей, если можно так сказать, во всей красе Божьей, показать всю красоту Божьего характера. И мы знаем, что Бог свят. Интересно, что Иисус Христос эту характеристику или это качество Бога тоже явил. И знаете, когда я смотрю на святость Бога в Священном Писании, особенно в Ветхом Завете, я натыкаюсь на одну интересную мысль, на один интересный момент, с которым приходится сталкиваться. Мы грешные люди, и мы знаем, что грех – это полная противоположность святости. Мы говорим о безгрешности Бога и подразумеваем то, что Он святой, и Бог ни капельки не запятнан грехом. Также эта характеристика Бога говорит нам о том, или когда она является, или когда у людей появляется возможность, или случается увидеть святость Божью, мы видим, что грех бежит от святости. С самого начала, когда Адам и Ева согрешили, и когда Бог приходит в сад, чтобы с ними пообщаться, написано, что Адам и Ева спрятались, как бы глупо это ни звучало, попытка спрятаться от Бога, но они пытаются спрятаться от Бога на вопрос «где ты?» Он говорит «я спрятался», и мы знаем, что причина была грехом. Дальше, когда мы читаем, каждый раз, когда люди сталкиваются с Богом, они боятся смерти, потому что они говорят «мы видели святого Бога». Касается ли это Гедеона, который говорит «горе мне, погиб я, потому что я видел Бога». Касается ли это родителей Самсона, когда Маной говорит своей жене «все, скорее всего, мы погибнем, потому что мы видели Господа». И, наверное, ярче всего эта картина для нас открывается в 6 главе книги пророка Исаия, которая говорит о явлении, или очень ярко описывает нам святость Божью. Давайте почитаем. В год смерти царя Озии, 6 глава книги пророка Исаия, «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края одежды его наполняли весь храм». Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои, и двумя летали. И взывали они друг ко другу и говорили «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поглебались вверхи врат от голоса восклицающих, «И дом наполнился курениями, и сказал я, – говорит Исаия, – горе мне, погиб я. Потому что я человек с нечистыми устами, и живу среди народа так же с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Первая реакция, которая возникает у человека при виде святости Бога, – это страх и осознание своей ничтожности, осознание своей греховности. У тебя нет никакого желания идти по направлению к этой святости. У тебя нет никакого желания находиться в присутствии этой святости, потому что единственное, что ты ощущаешь, – это святость, совершенство, недоступность Бога, с одной стороны, и с другой стороны, грязь, запачканность, испорченность самого себя. И именно в присутствии, в свете святости видно или изоблачается вся твоя сущность, и у тебя нет никакого желания находиться в присутствии святости Божьей. Тебе хочется бежать подальше, чтобы не было видно, какой ты грязный, какой ты запачканный, какой ты испорченный грехом. Независимо от того, каким бы ты хорошим человеком ни был, сколько бы добра ты ни сделал, как бы тебя не уважали, или не хвалили окружающие, попадая в присутствие 100% совершенного святого Бога, ты осознаешь, насколько ты низок, насколько ты падший, и тебе хочется убежать. Тебя наполняет только страх. Это картины святости Божьей, которыми пронизан Ветхий Завет. Желание убежать. Страх смерти. Страх в присутствии Божьем. И эту святость пришел и ведь Иисус Христос. И мы дальше об этом еще поговорим. Также Иисус Христос пришел и ведь милость Бога. И я решил точно таким же образом полистать Библию и посмотреть, что мы видим или что мы находим интересного о милости Бога. Или когда проявляется милость Бога. Знаете, что я заметил очень часто происходило с израильским народом? Пренебрежение. Когда ты грешишь, тебе стыдно и тебя помиловали. Ты покаялся где-то, поожурил себя, поругал где-то так, успокоился и опять согрешил. Опять является милость. Тебе стыдно, может быть, где-то, но меньше. На третий раз ты говоришь, да, уже свои, успокойся, как бы это я. Милость почему-то вызывает пренебрежение. И Бог говорит через пророка, я молчал, я тебя не наказывал, я тебя не обличал, и ты почему-то подумал, что я такой же, как и ты. Он говорит, вы пренебрегаете моей милостью, вы пренебрегаете моей добротой, моей любовью к вам, и вы, я вас не наказываю, и вы смелеете, и начинаете очень дерзко даже вести себя, когда вы грешите. Вы пренебрегаете всем, что является правильным, и мое молчание воспринимаете как потворство. И Христос пришел явить милость Бога. И интересно, что когда мы видим только святость, появляется желание убежать. Когда мы видим только милость, появляется желание пренебрегать и продолжать быть в этом грехе. Но интересно, что когда пришел Иисус Христос, Он не пришел и вид только святость, или Он не пришел и вид только милость. Мы видим Иисуса, который всегда в гармонии проявляет и святость, и милость. Именно об этом я хотел бы поговорить с вами, в свете того, что Иисус Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Об этом говорит Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих. Ибо Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что является погибшим. И в своей земной жизни, и в своих взаимоотношениях с людьми, кто бы ни появлялся на его пути, он всегда преследовал эту цель. Я хочу найти то, что погибло, и я хочу это погибшее спасти. Бог свят, и святость ненавидит грех. И в своей святости Бог обязан уничтожить людей, и обязан, или его святость побуждает уничтожить грех, и то, что является источником греха. С другой же стороны, мы читаем, Изекииля, 33, 11, скажи им, живу я, говорит Господь, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего вам умирать дом Израилевых? Бог как бы упрашивает их. 2 Петра, 3, 9, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают это медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 1 Тимофея 2, 4, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Определенный парадокс, желание уничтожить грех и справедливость или святость в том, чтобы уничтожить тех, кто грешит, с одной стороны, и, с другой стороны, сильнейшее нежелание уничтожать людей. И эти два качества есть в Боге. И мне интересно, как они сочетаются, мне интересна реакция людей на то, что есть или на проявление одновременно, я сказал бы, проявление двух этих качеств в Иисусе Христе. Посмотрите, когда проявляется только святость, появляется желание спрятаться и убежать от Бога. Когда проявляется только милость, то появляется желание пренебрегать, появляется потворство, или появляется, знаете, такая лень или расслабленность определенная, но результат, желаемый Богом, это измененная жизнь. Результатом Бог не желает смерти грешника, Бог не желает, чтобы грешник продолжал грешить. Результат, желаемый Богом, это измененная жизнь. И давайте посмотрим, что происходило в жизни людей, которые сталкивались с Иисусом Христом. В жизни людей, которые не догадывались, не предполагали жизни людей, не которым говорили посторонние, а жизни людей, которые знали, что они грешат. Что происходило с людьми, которые знали, что они обманывают, что они прелюбодействуют, что они обворовывают. Знаете, люди, которые сталкивались с Христом, они знали, что они грешники. И знаете, что интересно, Христос никогда никому не ходил и не тыкал, ты грешник, ты грешник, ты грешник, ты грешник, ты грешник. Он так не делал, он делал нечто подобное только с фарисеями, которые были окутаны самоправедностью или были ослеплены этой самоправедностью. Люди и так знают, что они грешники. И Христос не ходил и не тыкал каждому из них в лесу, ты грешник, ты грешник. Но тем не менее, он никогда не потворствовал этому греху. Находясь в присутствии грешников, он никогда не грешил. Находясь в присутствии мытарей, он не вел себя так, как они. Находясь в присутствии блудников и блудниц, он не вел, как они. И его поведение отличалось от их поведения. Он являл святостью Божию. Но что интересно, они никогда не бежали от него. Их тянуло к нему. Объясните, пожалуйста, как тот, кто явил стопроцентную святость Бога и являл своей жизнью эту святость, пользовался популярностью у грешных людей. Людей, которые, видя эту святость, не желали скрыться, не желали убежать, а наоборот их влекло к этой святости. Им хотелось, им приятно, им хорошо было находиться в присутствии Иисуса Христа. И давайте вспомним фарисеев, которые были тоже святыми, они поступали правильно. Они знали закон, они знали, что можно кушать, что нельзя кушать, они знали, как можно одеваться, как нельзя одеваться. Они знали, какую обувь можно носить в субботу, а какую нельзя. Они знали, сколько в субботу можно ходить, сколько нельзя и так далее. И они все это соблюдали. Они были святы в своих принципах и в своем образе жизни. Но почему-то грешников к ним не тянуло. Они их отталкивали. И знаете, в принципе, самих фарисеев тоже грешникам не тянуло. В отличие от Иисуса Христа. Они отгораживались, они отходили. И максимум на что они утруждали себя, это сказать, ты грешник, ты нечист. И все. Все их общение на этом заканчивалось. Ну, они еще могли вдогонку плюнуть в спину, что считалось очень классно и очень духовным признаком было в то время. Плюнуть в спину грешнику или мытарю, или в лицо. Христос себя так не вел. Его влекло к этим людям. И их влекло к нему. Потому что помимо святости, Иисус Христос всегда являл милость. Он всегда являл милость. И обращаясь к тем же самым фарисеям, он говорит, Идите и научитесь, что значит, Матфея 12,7 Если бы вы знали, что значит милости, хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Вы, фарисеи, очень хорошо знаете, что такое святость, и как себя вести, и как проявить эту святость. Но, говорит, вам нужно пойти и научиться, что значит я Бог, и я хочу милости по отношению к людям, которые 100% не являются святыми, в которых даже нет намека на святость. И потому что Иисус Христос всегда одновременно в гармонии являл и святость, и милосердие людей к нему тянуло. Потому что Он пришел, и Его целью всегда было взыскать и найти погибшее. Посмотрите, святость Иисуса всегда изобличала грех человека. Даже тех, кто с этим не хотел соглашаться. Святость Иисуса даже изоблачала греховное состояние фарисеев, которые были правильными, но Его милосердие влекло к Нему. И посмотрите, в чем красота Божьего принципа. С одной стороны, в присутствии святости ты видишь, какой ты падший и грешный. И тебе хочется убежать. С другой стороны, милость, любовь, красота Бога, Его милосердие к тебе, Его отношение к тебе тянет тебя к Нему. И тебе хочется быть с Ним. И ты в таком, знаете, интересном состоянии. Грех тебе мешает, но тебе хочется быть с Богом. И что человек выбирает? Избавиться от греха. И это результат, желаемый Богом. Посмотрите, как красиво, без насилия, без каких-то глубоких обличений или нотаций все построено. Святость изоблачает грех. Милость тебя привлекает, манит, тянет. И если ты хочешь быть в присутствии Бога, ты выбираешь избавиться от греха. И это то, как вели себя люди, которые сталкивались с Иисусом. Наверное, один из ярких примеров – это Захей, который знал, что грешит. У него не было иллюзий по поводу своей святой жизни. Он не держал себя надеждой, что он принесет несколько раз в год жертву, помолится, и все будет хорошо. Он прекрасно знал, какой образ жизни он ведет. И это видно из истории. Он знал, что он грешит. Он знал, что он обманывает. Он знал, что он клевещет. Потому что фраза «Кому должен, воздам вчетверо». Я сегодня, извините, немножко помню, еще посмотрел гречески. Вот это слово «Кому должен» там стоит. Кого я обманул, кого я оклеветал, с кем я неправильно поступил. Он знал, что он клевещет. Он знал, что он шантажирует. Он знал, что он пользуется неправильно тем положением, которое он имеет. У него не было иллюзий по поводу своей правильной жизни. Но зная или слыша об Иисусе, то, что он делает людьми, то, как он к ним относится, это его влекло настолько сильно, что он не боялся попасть в общество, которое плевало каждый раз, когда его видело, обзывало его псом, нечистым и так далее, и так далее. Переступая через все это, перебарывая это, он пытается протиснуться среди людей, которые его не видят, чтобы увидеть, ненавидят, чтобы увидеть Иисуса. Настолько эта милость Божья ввлекла его. Он забирается на дерево, мы все знаем эту историю, и Иисус проходит мимо этого дерева, говорит, Закей, слази, потому что я не хотел бы быть у тебя дома, я не просто хотел бы тебя посетить, пообщаться. Он говорит, мне нужно, это моя нужда, я хочу попасть к тебе домой. Мне нужно быть у тебя дома, говорит Христос. Он не сказал, Закей, ты во мне нуждаешься. Закей, ты такой большой грешник, что если не я, гореть тебе в аду 15 раз. Он просто сказал, мне надо быть у тебя дома. Несмотря на то, что вокруг все начали возмущаться и роптать, что Иисус пошел к грешному человеку. Может быть, там стояли рядом с Иисусом те, кого он обидел, те, кого он обсчитал, тех, кого он оклеветал, тех, из-за кого римляне лишили своего дома, может быть, или кого избили или наказали из-за того, что сделал Закей. И в их разум не помещается, как Христос идет к нему домой, но Христос говорит, мне надо быть у тебя дома. И я не знаю, может быть, Иисус ночевал у него дома, может быть, он просто провел несколько часов, потому что раньше ходили, в основном ездили на ослах, но в основном ходили и уставали. Когда ты пройдешь 2-3 часа пешком, ты устаешь, каким бы ты привыкшим не был бы, да? И люди, им часто приходилось отдыхать. И Христос, не знаю, написано, он пришел в Иерихон и шел какое-то время, час, два, три, я не знаю, но ему нужно было отдохнуть, как человек говорит, я хочу отдохнуть, мне надо быть у тебя дома. И он выбрал именно дом Захея. И посмотрите, наверное, в присутствии святого Христа Захей особо почувствовал падшость своего состояния, особо почувствовал свою греховность или свою испачканность, но его так влечет к Иисусу, ему так хорошо в присутствии Иисуса Христа, всегда, что он избирает не избавиться от Иисуса, а он избирает избавиться от Христа, потому что он встает во время этого разговора, во время их общения и говорит, Иисус, я раздам свое имение нищим, и кого я обидел, я воздам им в 4 раза больше. Я исправлюсь то, кто я есть, я не хочу больше быть таким, я хочу всегда быть с тобой, поэтому я исправлюсь. Твое присутствие изобличает, и твое присутствие побуждает к тому, чтобы жизнь поменялась. Посмотрите, тот, кто не был достоин людей, оказался достоин самого Бога. И знаете, в этом наша проблема. Мы считаем, что люди некоторые недостойны нас. Мы настолько святы, мы настолько правильны, мы настолько хороши в Писании, что есть люди, которые недостойны нас, и максимум они достойны моей святой фразы, ты грешник, надоел ты наркоман, ты пропащий, ты, не знаю, там, блудница или еще кто-то, и мы ожидаем, что они затрепещут и покаются от этих слов. Ничего почему-то, кроме ненависти или какого-то просто сожаления, в хорошем случае в этих словах ничего другого нет. Но интересно, что люди, недостойные окружающих, они всегда достойны Бога. Хотя бы вспомнить прокаженного. Знаете, проказа в древнем мире, особенно в Израиле, это не просто болезнь, это в умах людей проклятие. Самая страшная болезнь, когда ты на протяжении 20-30 лет медленно умираешь, у тебя гниет, извините за подробности, мясо, появляются сначала прыщики, которые лопаются и начинают гнить. Это все свежее, там насекомых ты отгоняешь, потом это все начинает отваливаться, ты теряешь чувствительность, столбцы нервных, нервные столбцы, они просто умирают, отмирают, ты перестаешь чувствовать холод, перестаешь чувствовать боль, жар, и ты просто разваливаешься на протяжении 10-20, может быть, 30 лет. Это все сопровождается вонью, тем, что у тебя скованы пальцы, потому что нервные все сухожилия, они атрофируются, и ты не можешь даже нормально покушать или попить, взять стакан, и ты отвернут всеми людьми, никого рядом нету. Через 20 лет, может быть, ты впадаешь в кому и потом умираешь. Если можно назвать то, что умирает, все еще является человеком без ушей, носа, конечности или чего-то еще. И эта страшная болезнь считалась не просто болезнью, она считалась духовным проклятием. Потому что болезнь – это проклятие у евреев. По теологии, в то время, когда жил Иисус Христос, и если ты прокаженый, то ты самый проклятый, наверное, человек. Бог, наверное, сильно на тебя разгневался, на тебя или на твоих родителей. Поэтому ты не просто больной, ты проклятый Богом человек. И все, что ты имеешь право сегодня делать, ходить и кричать нечист, это слово, которое ты больше всего ненавидишь, но ты обязан его кричать. На тебе висит колокольчик, который тебя бесит и раздражает, но он обязан тебе висеть, извинять, чтобы всех окружающих предупреждать, что рядом прокаженные, и надо побыстрее оттуда смотаться. Люди недостойные того, чтобы рядом находились люди. Люди недостойные того, чтобы их касались. И знаете, наверное, больше всего прокаженные хотели, чтобы кто-то к ним прикоснулся, чтобы кто-то их обнял, чтобы кто-то подержал их за руку, их жена бывшая, их ребенок бывший, потому что сегодня они их даже, может быть, не видят. И они скучают по всему этому. Больше всего они нуждаются в прикосновении. И эти люди недостойны других людей. Но когда мы видим прокаженного во второй главе Евангелия от Марка, или восьмая глава Евангелия от Матфея, некоторые евангелисты об этом говорят, точнее, три из них. Прокаженный попадает в присутствие Иисуса Христа. Иисусу для того, чтобы исцелить, достаточно сказать слово. Согласны? Он создал всю вселенную одним словом. Он пальцем даже не щелкал. Он дышит звездами, написано. Звезда появилась. И он тут же дал ей имя. И понимаете, вот этот Бог, который исцелял людей просто словом, говорил, встань и ходи, возьми постель твою и пойди. Он выбирает, не просто сказать «хочу очистить», он выбирает коснуться человека. Но чтобы больше всего ему нужно было прикосновение. Человек, который недостоин того, чтобы его касались другие люди, оказывается достойным того, чтобы его касался сам Бог. Вот это сочетание святости и милости Бога, которые проходят через всю жизнь Иисуса Христа, их просто невозможно не заметить. И знаете, никогда это отношение святости и милости не проявлялось в обличительных словах. Опять же, если это не касалось самоправедных фарисеев, это всегда проявлялось в отношении к людям. Пусть это будет женщина, которую привели к Иисусу и говорят, «Иисус, вот ее мы застали в прелюбодеянии. И по закону ее надо побить камнями. Что ты скажешь? Вот как нам с ней поступить?» Если ты скажешь, что надо побить камнями, то Иисус не такой добрый, оказывается. Если ты скажешь, что не надо побивать камнями, значит ты против закона. Оказалось бы, такая ловушка, знаете? Интересную вещь делает Иисус. Он написано «встал». Сначала он не обращал на них внимания вообще. Они какое-то время спрашивали, он встал и произнес одну фразу. «Кто из вас без греха? Первый бросил в нее камень. Сел и дальше рисовал на песке». Когда я был маленьким, мне всегда было интересно, что Иисус там рисовал. Написано «один за другим, начиная от старших, по направлению к младшим». Интересно, от старших все начинается. Это другая проповедь. «Песно начали оставлять свои камни и по одному уходить. До тех пор, пока месть не остался только Иисус и эта женщина. Иисус встал, никого не увидел. Говорит, женщина, где те, кто тебя обвиняют?» Она говорит, «Никто не остался, все ушли». Иисус говорит, «И я не обвиняю тебя. Иди больше не греши». Библия ничего больше не говорит, но знаете, почему-то мне верится, что она перестала быть той, кем она до сих пор была. Для Христа не проблема грех человека. С грехом он уже давным-давно разобрался. Когда он висел на кресте, он умирал за грехи всех людей, которые жили до этого. Он умирал, или он взял на себя грех всех людей, которые стояли вокруг креста, и он умер за грех всех людей, которые будут жить и жили, и после нас еще будут жить, не знаю, сколько лет вперед. Христос умер за все грехи. Грех больше для Бога не проблема. И для него не была проблема, грех этой женщины. Но для Бога всегда важна следующая вещь, твое отношение к греху, и что ты будешь делать после того, как ты получаешь прощение. И именно вот это отношение заставляет людей меняться. Христос разобрался с нашим грехом, для него важно, как мы будем относиться к произошедшему, поэтому он создает идеальную атмосферу сочетания святости и милости. Знаете, Бог всемогущий, Бог всевидящий, всезнающий, вездесущий, и у Него много качеств божественных, но почему-то из всех своих божественных качеств Он не захотел, чтобы мы были всемогущими, Он не захотел, чтобы мы были всезнающими или вездесущими. А нам так сильно иногда этого хочется. Он не захотел, чтобы мы были еще какими-то, но Он захотел, чтобы мы были святыми, и Он захотел, чтобы мы были милостивыми. И об этом написано Луки 6, 36. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден. 1 Петра 1, 16. Написано, будьте святы, потому что Я свят. И это то, в чем нуждаются люди вокруг нас. Это то, в чем нуждаются наши дети. Вы знаете, они не знают, что они грешат. Они не знают, что то, что они делают, это неправильно. Они это знают каждый раз, когда они это делают. Каждый раз, когда Он возвращается к своему греху, который, может, Он любит, или который Он ненавидит, но не может от Него избавиться, Он знает, что Он делает. И Он не нуждается, чтобы в очередной раз ты ткнул в Него пальцем и сказал, ты грешник, ты грешишь. Он нуждается видеть во мне святость Бога. Он нуждается видеть во мне святую жизнь, полученную от Бога, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы эта святость Его не прогоняла, чтобы эта святость не заставляла чувствовать Его дискомфортно и желание избегать своих родственников, своих родителей, еще кого-то. Он нуждается видеть милость, он нуждается видеть любовь, чтобы Его влекло ко мне, чтобы Его так сильно это влекло ко мне, чтобы это заставило Его расстаться с грехом. Он нуждается в том, чтобы так сильно увидеть во мне Бога, так сильно увидеть во мне милосердие, святость, прощение Христа, чтобы он был готов сказать, этот грех, он стоит того, чтобы я навсегда с ним расстался, ради того, чтобы всегда быть в присутствии милости и святости Бога. Как поступаем мы? Вот каким был Иисус Христос. Вот как Он себя вел. И Он всегда, знаете, это настолько вошло в привычку у Него, что у Него появилась кличка, извините, как бы грубо это не звучало, друг мытарей и грешников. Знаешь, Иисус, это было распространенное имя в то время. Я бы, знаешь, Иисус сказал там, какой Иисус? А тот, знаешь, который дружит с грешниками. Настолько сильно Он был, или настолько часто Он был ими окружен, что именно так Его называли. Тот, кто дружит с грешниками и мытарями, тот, кто дружит с блудниками. Но Христа это не беспокоило. Его беспокоили люди, которые потеряны. Его беспокоили люди, которые нуждаются в прощении. Он говорит, именно для этого я и пришел. Я пришел, чтобы их найти, чтобы их спасти, чтобы дать им жизнь вечную. Именно для этого Он оставил свою церковь на земле, чтобы не быть просто святыми. И, знаете, вот этот момент Бог, которому на своем бэкграунде нечего вспомнить греховного, прощается. А мы, у которых бэкграунд, извините, все наше прошлое пестрит грехами, так святые, настолько правильные, что иногда нас не хватает на то, чтобы простить, забыть, принять, любить и обнять. Бог без всякого негативного прошлого принимает. Мы, которые далеко не можем подхвастаться тем же самым, отвергаем. Но именно для этого я ставлю на церковь, чтобы продолжать являть Бога людям. В то время, как Иисус Христос вознесся. Мы здесь на земле, чтобы явить Бога людям. Явить святость Бога. Да, люди должны осознавать грех. Люди должны понимать, что они делают неправильно. Им должно быть некомфортно от того, что они грешат, но они должны чувствовать любовь. Преобладать не должно чувство страха или отталкивания, должно преобладать чувство желания находиться в присутствии Бога, чтобы это было настолько сильным, чтобы люди расставались с грехом ради того, чтобы постоянно быть в любви Божией, которая проявляется через нас. Вот миссия Иисуса Христа, с которой Он справился на сто процентов. Насколько справляемся с ней мы? Насколько мы святы? Насколько мы милостивы? И насколько два этих качества гармоничны в нас, когда мы настолько возмущены грехом и тем, что вокруг нас, забывая про себя? Насколько мы готовы объять любовью грешных людей? Не грех, но людей. И пусть Господь благословит нас, чтобы дело Иисуса Христа в нас проявлялось. Чтобы мы являлись святостью и являли милостью людям, которые нас окружают, для того, чтобы находить их и спасать. Аминь. Давайте помолимся. Отец, мы Тебя прославляем. Ты просто чуден. Ты настолько прекрасен. И в Тебе все так гармонично, прекрасно, что язык не имеет, когда все это осознаешь, и когда ты это переживаешь в своей жизни. Твою святость. И не менее слабо Твою милость и любовь, Господь. Мы Тебя благодарим за то, что так все прекрасно и гармонично, что Ты принимаешь грешников, которые ради этого оставляют грех, чтобы быть в Твоей любви. Господь, благослови нас, Твоих последователей, христиан, Твою церковь на этой земле являет святость Твою, быть светом в грешном мире, с одной стороны, но также не менее слабо являть милость и любовь, чтобы людей влекло к нам, чтобы людей влекло к Тебе через нас, и они расставались с грехом ради того, чтобы получить Тебя, ради того, чтобы всю свою жизнь быть рядом с Тобой. В имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.